Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Стребкова Елена Анатольевна. Я кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и внешнеэкономической деятельности. Разрешите мне представить сегодня вводное занятие по дисциплине, которое называется «Мировая экономика и международные экономические отношения». Эта дисциплина является базовой в учебном плане для бакалавров по направлению экономика и менеджмент, а также базовой для специалитета по направлению экономическая безопасность. Сегодня я хочу рассказать вам о том, что вы в ходе обучения должны выполнить контрольную работу по дисциплине «Мировая экономика и МЭО». Темой контрольной работы дисциплины «Мировая экономика и МЭО» может быть экономика любой страны мира. То есть в качестве объекта исследования студент может выбрать любую страну мира. И называться наша контрольная работа будет таким образом, например, «Экономика Финляндии и ее место в международном разделении труда» или «Экономика Соединенных Штатов Америки и ее место в международном разделении труда». Выполнять контрольную работу можно двумя способами. Первый способ – это традиционный способ написания контрольной работы, когда вы выполняете и оформляете работу как обычную контрольную работу или как реферат, который имеет и содержание, и введение, и все части, и заключение, и список литературы. Второй способ выполнения контрольной работы, который разрешен для вас – это выполнение ее в виде презентации. Причем, если объем реферата не должен превышать 25 страниц, то объем презентации не может превышать 25 слайдов. А теперь обратимся к содержанию вашей контрольной работы. Контрольная работа должна состоять из введения. В введении студент должен определить актуальность выбранной темы исследования, то есть почему вы выбрали ту или иную страну в качестве объекта изучения для написания контрольной работы. Следующий раздел контрольной работы называется «Анализ модели хозяйственного механизма страны». В целом, модель хозяйственного механизма страны состоит из трех уровней регулирования экономики. Первый уровень регулирования экономики называется «Государственное регулирование экономики». Здесь вы должны будете рассказать о том, какова доля государственной собственности в экономике, какова государственная система налогообложения, то есть о роли государства в экономике данной страны. Второй уровень регулирования экономики называется «Монополистическое регулирование экономики». В этой части работы вы должны рассказать о деятельности международных корпораций, функционирующие на территории данной страны, и их влиянии на экономическое развитие страны. Третий уровень регулирования экономики называется рыночное регулирование экономики. То есть вы должны будете рассказать о роли малого и среднего бизнеса в экономике данной страны. Таким образом, модель хозяйственного механизма страны может быть монополистической, это когда ведущую роль в экономике играют транснациональные корпорации, может использоваться модель социально ориентированной рыночной экономики, это когда ведущую роль в экономике играют государства, которые обеспечивают формирование устойчивого среднего класса, или рыночная экономика с национальной спецификой. Вторая часть вашей контрольной работы должна будет посвящена модели отраслевой структуры экономики страны. То есть вы должны будете показать, какие именно отрасли народного хозяйства развиты в данной стране, что это сельское хозяйство, тяжелое, легкая промышленность, туризм, финансовый сектор или страховой сектор. Часть третья вашей контрольной работы или вашей презентации должна будет посвящена участию страны в международных экономических отношениях. То есть это анализ международной торговли страны, ее основных экспортных товаров, основных торговых партнеров. Далее анализ торговли страны услугами. Какие именно услуги страна оказывает нерезидентам. Туризм, транспортные услуги, образование, здравоохранение и прочее. Далее следующая форма международных экономических отношений это движение капитала. То есть вы должны будете рассказать, какие именно инвестиции, прямые, портфельные и прочее направляются в экономику страны и из страны, кто является главным инвестором. И здесь же вы должны будете охарактеризовать участие страны в международных интеграционных объединениях и международных экономических организациях. Отдельно четвертая часть работы должна будет посвящена анализу экономических отношений страны с Российской Федерацией. Причем вы именно рассматриваете аспект экономических связей страны. То есть опять же торговля с Российской Федерацией, участие в международном движении капитала, какие именно инвестиции с данной стороны присутствуют на территории Российской Федерации, с какими трансценциональными корпорациями имеется соглашение о сотрудничестве, какие из них создали филиалы на территории Российской Федерации. Следующая часть, она должна будет посвящена влиянию мирового финансового кризиса на экономику данной страны. Шестой раздел вашей работы должен быть посвящен особенностям национальной культуры страны. Причем под национальной культурой мы здесь будем понимать обычаи, традиции, религиозные представления, особенности менталитета, национальная кухня. Заключение работы на одну страничку или один слайд должно содержать основные выводы по данной работе. Завершает выполнение работы список литературы, который должен состоять не менее чем из 10 источников. На следующем слайде я продемонстрирую вам учебники, учебные пособия, журналы, которые необходимы для выполнения данной контрольной работы и подготовки к экзамену дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения». Первая категория – это основная литература, это учебники. В основном они так называются – либо «Мировая экономика и международные экономические отношения», либо просто «Мировая экономика». Рекомендуемые издательства и фамилии авторов – это, например, очень интересные учебники под редакцией профессора Булатова, под редакцией профессора Полякова, под редакцией Щербанина, под редакцией Сметиенко и под редакцией Ирины Павловны Николаевой. Еще раз обращаю ваше внимание, что учебники могут называться либо «Мировая экономика и международные экономические отношения», либо «Мировая экономика и международный бизнес», либо просто «Мировая экономика». Здесь, к сожалению, не присутствует учебник, который выполнен и издан авторами «Боготу имени Шухова». Наш учебник называется «Мировая экономика и МЭО», соответственно, что это издательство «Боготу имени Шухова», 2011 год. Далее, дополнительная литература. Я рекомендую вам обязательно пользоваться дополнительной литературой, потому что контрольная работа должна содержать новые данные об экономическом развитии страны. Никакой учебник не может содержать данных о развитии страны в 2010-2011 году, поэтому для того, чтобы получить новейшие данные, нужно использовать периодические издания. Это «Бюллетень иностранной коммерческой информации» БИКИ, это «Журнал «Мировая экономика и международные отношения» МЭИМУ», это «Журнал «Эксперт»» и «Российский экономический журнал». Особое внимание рекомендую вам уделить журналу «Эксперт». Журнал «Эксперт» имеет приложение, которое называется «Обзоры стран». Эти приложения издаются с периодичностью один раз в месяц. Мало того, вы можете скачать любой номер из архива журнала в открытом доступе на сайте журнала «Эксперт». Как раз именно эти приложения, которые называются «Обзоры стран», помогут вам интересную информацию подчеркнуть, именно касающиеся последних изменений в экономическом развитии той или иной страны мира. Уважаемые студенты, позвольте мне начать с вами вводную лекцию по дисциплине «Мировая экономика» и МЭО, которая называется «Мировая экономика и особенности ее современного развития». Начнем с того, что «Мировая экономика» представляет собой совокупность национальных экономик стран мира, связанных между собой различными формами международных экономических отношений. Выделяют следующие формы международных экономических отношений. Первая форма МЭО называется «Международная торговля товарами». Характеризуя данную форму МЭО, можно сказать следующее. В 2010 году мировая экономика практически избавилась от последствий мирового финансового кризиса 2008 года. И в целом международный всемирный объем экспорта составил величину приблизительно 15 трлн долларов США. Рост в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 22%. Лидером международной торговли товарами первый раз в 2010 году стала Китайская Народная Республика. Объем китайского экспорта составил 1 трлн 578 млрд долларов США. Китай теперь занимает 10,4% в мировом экспорте товаров. Рост экспорта китайского за год в 2010 составил 31%. На втором месте по объему экспорта Соединенные Штаты Америки с объемом экспорта 1 трлн 278 млрд долларов. Рост экспорта США в 2010 году составил 21%. На третье место вышла экономика Германии. Объем германского экспорта составляет 1 трлн 269 млрд долларов. Рост экспорта 13%. Здесь же данный слайд демонстрирует нам место Российской Федерации в этой форме МЭО, международной торговли товарами. Так, Россия занимает 12 место по объему экспорта. Российский экспорт составляет 400 млрд долларов США. Это 2,6% от мирового экспорта товаров. И рост экспорта российского в 2010 году составил 22%. Когда мы анализируем участие Российской Федерации в международном торговле товарами, следует отметить тот факт, что 64% российского экспорта приходится на экспорт сырой нефти, нефтепродуктов и газа. В то время как для Китая, США, Германии, ведущих экономически развитых стран мира, 80% экспорта составляет готовая продукция. К сожалению, доля России на мировом рынке высокотехнологичных товаров составляет всего 0,02%. Следующая форма международных экономических отношений – это международная торговля услугами. К категории услуг относится 240 наименований услуг. Это прежде всего транспортные услуги, поездки, которые относятся, туризм, образование, здравоохранение, страховые, финансовые, консалтинги и прочие услуги. Если говорить о международной торговле услугами, то первое место по этому показателю занимают традиционно Соединенные Штаты Америки с объемом экспорта 550 млрд долларов США, что составляет 14% от мирового экспорта и темп роста экспорта составляет 8%. На втором месте по объему экспорта услугами находится Германия с объемом экспорта 230 млрд долларов – это 6,3% от мирового экспорта услуг. На третьем месте Соединенное Королевство Великобритании – 227 млрд. На четвертом месте Китайская Народная Республика, причем показатель инфакт роста экспорта Китая услуг на 32% – это самый высокий показатель в мире. Пятое место занимает Франция, и Российская Федерация занимает 23-е место в мире с объемом экспорта услуг 44 млрд долларов. Здесь опять же следует отметить, что Российская Федерация имеет отрицательный баланс услуг. То есть российский импорт услуг составляет 44 млрд экспорт услуг, а импорт услуг – 70 млрд долларов. Таким образом, Россия имеет дефицит по торговле услугами, что прежде всего складывается из отрицательного сальдо по поездкам. Так, если иностранцы тратят в России всего 9 млрд долларов в 2010 году, то россияне вывезли за рубеж 22 млрд долларов, будучи туристами в иностранных государствах. Следующая форма МЭО называется Международное движение капитала. Международное движение капитала осуществляется в рейде прямых, портфельных и прочих инвестиций. Прямые инвестиции – это приобретение иностранным инвесторам, нерезидентам страны, благосрочного экономического интереса в предприятии-резиденте с целью контроля над объектом инвестирования. Считается, что инвестор, если инвестор иностранный приобретает 10 и свыше процентов акций в уставном капитале предприятия-резидента, то такие инвестиции в международной практике относятся к категории прямых. Считается, что 10% акций – это достаточный объем для контроля над объектом инвестирования. Инвестиции могут быть портфельными. Портфельные инвестиции – это инвестиции в иностранные ценные бумаги и долговые обязательства. То есть в этом случае иностранный инвестор не приобретает контроля над объектом инвестирования. То есть это приобретение менее чем 10% акций в уставном капитале данной организации. Для того, чтобы показать международное движение капитала, участие России, можно привести следующие данные. Так, в 2010 году в экономику Российской Федерации было инвестировано 114 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Из которых всего 13 миллиардов долларов были прямые инвестиции. 1 миллиард долларов – это инвестиции портфельные, и все остальные, то есть 99 миллиардов – это прочие инвестиции. К прочим инвестициям относят все виды займов. То есть прочие инвестиции в экономику России представляют займы иностранных банков отечественным компаниям, что увеличивает такой негативный показатель, который называется частный внешний долг страны, который на данный момент превышает уже 500 миллиардов долларов США. Следующая форма МЭО – это международное движение рабочей силы, или, как еще называют, международная миграция рабочей силы. По последним данным, в мире сейчас насчитывается 213 миллионов мигрантов. Это данные, которые характеризуют только легальную миграцию рабочей силы. Считается, что объемы нелегальной миграции в два раза превышают объемы легальной миграции. То есть, по большому счету, в мире около 400 миллионов мигрантов – то людей, которые трудятся за пределами той страны, где они родились. Международная миграция рабочей силы имеет как положительные, так и отрицательные эффекты. В частности, например, к положительным эффектам международной миграции рабочей силы относится приток высококвалифицированных кадров в страну, которые приносят ей новые технологии, Нобелевские премии, новые патенты и так далее. Это, естественно, характерно для принимающей страны. Но с другой стороны, принимающая страна сталкивается с такими нелегальными, вернее, отрицательными эффектами миграции, такие как приток неквалифицированной, нелегальной рабочей силы, которые создают социальную напряженность, которые создают межнациональные конфликты на территории страны пребывания. Следующей формой МЭО является международная торговля технологиями. Данные, характеризующие международную торговлю технологией, можно привести следующие. В частности, 95% международной торговли технологиями приходится на крупнейшие международные корпорации мира, из которых 70% – это торговля технологиями ТНК «Большой Семерки», и 50% – это международная торговля технологиями крупнейшими корпорациями Соединенных Штатов Америки. Следующая форма МЭО – это международная торговля валютно-финансовыми инструментами, то есть торговля валютой, ценными бумагами и дериватами или деривативами, – это так называемые производные ценные бумаги. По поводу этой формы МЭО можно сказать следующее. Ежесуточный объем международной торговли валютом на мировом валютном рынке составляет 2 триллиона долларов США. То есть получается, что за год объем международной торговли валютой составляет более 700 триллионов долларов США. Для того, чтобы обслужить реальные формы МЭО, такие торговля товарами, торговля услугами, движение капитала рабочей силы, требуется всего 60 миллиардов долларов операции на сумму 60 миллиардов долларов. Остальные операции, которые почти в 12 раз превышают потребность реальных международных экономических отношений, составляют так называемый спекулятивный международный торговля валютой. Это виртуальный мир валютных сделок, который ставит своей целью не обслуживание конкретных форм МЭО, а спекуляции, то есть торговля акциями, торговля валютой с целью наживы – купить дешевле, продать дороже. То есть получается, что шестая форма МЭО приводит к существованию так называемой виртуальной экономики, которая отрывается от реальных экономических отношений, существуя в виртуальном мире, приносит спекулятивную прибыль, и именно из-за наличия этой виртуальной финансовой экономики усугубляется возможность мировых финансовых кризисов, в последствии которых, который начался с кризиса ипотечного кредитования 2008 года, он продолжает оказывать свое влияние на экономическое развитие стран Европы и на экономическое развитие в том числе и Российской Федерации. Здесь же по поводу международных экономических отношений, по поводу шестой формы МЭО, международной торговли финансовыми инструментами, я хочу подчеркнуть следующее. В настоящее время Лондон является крупнейшим в мире рынком деривативов на процентные ставки. Здесь их ежедневный оборот составляет 1,4 трлн долларов США, это 46% от всего оборота в мире. В Лондоне также находится крупнейший рынок по обмену валют, это 40% от мирового объема. В этом городе действует 251 иностранный банк, это больше, чем в любом другом финансовом центре. Через Лондонский сити проходит 18% трансграничных делок по банковскому кредитованию, это больше, чем где бы то ни было в мире. И до кризиса доходы Лондонского сити, банковского сектора, приносили 15% дохода бюджета данной страны. После же кризиса банки и прочие финансовые компании обеспечили 12% доходов британского бюджета. Вот эти данные, они как раз подтверждают существование различных форм МЭО. Теперь я хочу остановиться с вами на следующих вопросах. Дело в том, что мировая экономика в своем развитии последовательно прошла несколько этапов. Первый этап развития мировой экономики, он называется мировой рынок. Этот этап начал свое формирование в конце 17 века и окончательно сформировался к концу 19 века. Для этого фу, для этой формы мировой экономики, этого этапа мировой экономики, характерна единственная форма МЭО, которая называется международная торговля товарами. То есть на этапе мирового рынка в основном все международные экономические отношения между странами сводились только к сфере обращения международной торговли товарами. Международная торговля товарами основывается на международном разделении труда. Обратите внимание, пожалуйста, на слайде представлено определение международного разделения труда. Международное разделение труда – это высшая ступень развития общественного территориального разделения труда, при которой происходит устойчивая концентрация производства какого-либо товара или услуги на территории определенной страны мира. Международное разделение труда проявляется в двух основных формах – это международная специализация и международное кооперирование производства. Международная специализация – это как раз и есть концентрация однородного производства товара на территории определенной страны мира. Международная специализация производства развивается по двум основным направлениям – производственному и территориальному. В свою очередь производственное направление подразделяется на межотраслевую, внутриотраслевую специализацию и на специализацию отдельных предприятий. Территориальное направление международной специализации производства предполагает специализацию отдельных стран и регионов на производстве определенных продуктов или их частей для мирового рынка. Таким образом, международное разделение труда – это высшая ступень развития общественного территориального разделения труда, при которой происходит устойчивая концентрация производства какого-либо товара и услуги на территории определенной страны мира. Следующим этапом в развитии мировой экономики был этап, который называется мировое хозяйство. Этот этап, продолжительность его с конца XIX по середину XX века, определяют мировое хозяйство как совокупность национальных экономик стран мира, связанных мобильными факторами производства. Чертами этого этапа мирового хозяйства являются, прежде всего, дальнейшее развитие международной торговли товарами и услугами, второе – международное перемещение факторов производства между странами, и третье – создание на базе международного перемещения капитала и технологии международного производства товаров в рамках филиалов транснациональных компаний. Таким образом, этап мирового хозяйства – более высокая стадия развития мировой экономики. Если предыдущий этап мирового рынка имел отношение только к сфере обращения товаров международной торговли товарами, то этап мирового хозяйства включает в себя сферу международного производства товаров. Это производство товаров в рамках транснациональных компаний. Следующий этап в развитии мировой экономики называется международная экономика. Этот этап длится от середины XX века до конца XX века. Этап международной экономики характеризуется тем, что на этом этапе правительства стран мира, экономисты, экономические круги создают необходимость в создании международных экономических организаций, которые ставили бы целью контроль и регулирование мировое хозяйство в целом, поддержание мировой финансовой экономической стабильности и контроль и установление правил регулирования международных экономических отношений. На этапе международной экономики создаются такие международные организации, как Международный валютный фонд, в уставе которого закреплены принципы организации мировой валютной системы. Далее создается Генеральное соглашение по тарифам и торговле, которое является прообразом Всемирной торговой организации, регулирующей международную торговлю товарами, услугами и технологиями. На этом же этапе создается Международный банк реконструкции и развития, здесь же создается база множества организаций в структуре организации объединенных наций. На этом же этапе международной экономики создаются многие интеграционные объединения, в частности в 1957 году был подписан Римский договор о создании Европейского экономического сообщества, которая явилась прообразом Европейского союза. Далее, на этапе международной экономики финансовая сфера становится самостоятельным фактором развития мировой экономики, существующим независимо от других форм международных экономических отношений. То есть для этапа международной экономики характерны следующие черты. Первая – это международная торговля товарами и услугами. Вторая – это международное перемещение факторов производства между странами. Третья – это международное производство товаров в рамках филиалов трансанциональных компаний. Четвертое – создание международных экономических и финансовых организаций с целью контроля и регулирования мировой экономики в целом и поддержания стабильного развития мирового хозяйства. И пятое – превращение мировой финансовой сферы в самостоятельный фактор развития мировой экономики, существующий независимо от других форм МЭО. Четвертым этапом, современным этапом в развитии мировой экономики является этап, который называется «глобальная экономика» или «глобализация». Сам термин «глобальная экономика», «глобализация» появился в 80-х годах XX века. В настоящее время существует несколько подходов к определению понятия глобализации. Это подходы, которые используют историки, это подходы, которые используют представители экономической науки, это подходы, которые используют политологи, подходы, которые используют социологи. Мы с вами будем опираться на понятие процесса глобализации, который дают экономисты. Под глобализацией понимают превращение мировой экономики в единый глобальный организм, связанный не просто международным разделением труда, но и гигантскими по своим масштабам всемирными производственно-сбытовыми структурами, глобальной финансовой системой и глобальной планетарной информационной сетью. Семирными производственно-сбытовыми структурами понимают сети филиалов транснациональных компаний. Планетарная информационная система – это сеть интернет. Таким образом, современную мировую экономику называют глобальной. Есть еще одно определение глобальной экономики. В частности, под глобализацией немецкие экономисты Зиберт и Клодт понимают процесс трансформации разрозненных национальных хозяйств в единую интегрированную глобальную экономику. Какие же объективные процессы приводят к глобализации мирового хозяйства? Первый объективный процесс – это дальнейшее развитие международного разделения труда, международной специализации и кооперирования производства. Второй объективный процесс – это информационная революция и создание сети интернет. Третий объективный процесс, приводящий к глобализации – это дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры, развитие средств связи. Четвертый процесс, приводящий к глобализации – это международная экономическая интеграция. Под экономической интеграцией понимают процесс сближения хозяйственных механизмов стран мира, приводящие их к созданию интеграционного объединения. Сейчас в мире насчитывается около 100 интеграционных объединений. Самым крупным интеграционным объединением является Европейский Союз, который представляет собой единое экономическое пространство, единый рынок 27 стран Европейского Союза, 17 из которых связывают не только свободное торговля товарами, движение капитала, рабочей силы, единая шенгенская зона, но и единая валюта евро. Еще одним процессом, объективно приводящим к глобализации мировой экономики, является транснационализация хозяйственной жизни стран мира, под которой понимают усиление роли транснациональных компаний в мировой экономике. Сейчас в мире насчитывается 83 тысячи международных корпораций, которые имеют 890 тысяч филиалов, расположенных в разных странах мира, которые контролируют 2 трети международной торговли товарами и услугами и 4 пятых международного производства товаров и торговли технологиями. Следующая объективная тенденция, приводящая к глобализации мировой экономики, это интернационализация мировой хозяйственной жизни. Под этим процессом понимают усиление включенности стран в международные экономические отношения, например, участие стран в международной торговле товарами, участие стран в международном движении капитала и т.д. Еще один процесс, приводящий к глобализации мирового хозяйства, это постиндустриализация мировой экономики. Под постиндустриализацией понимается усиление роли услуг в народном хозяйстве любой страны мира. Под услугами понимают третичный сектор экономики. Так вот, доля этого третичного сектора экономики в создании волового внутреннего продукта для экономически развитых стран составляет более 70%. И, соответственно, доля занятых в процессах, связанных в сфере услуг, составляет более 80%. Итак, все эти объективные тенденции приводят к глобализации мировой экономики. И современный этап развития мирового хозяйства называется мировая экономика. Для мировой экономики характерны следующие субъекты глобальной экономики. Это прежде всего национальные экономики. Следующим субъектом называют интеграционные объединения, такие как Европейский союз, НАФТО, СНГ, ОСИАН. Следующий субъект мировой экономики – это транснациональные корпорации ТНК и транснациональные банки ТНБ. Следующий субъект – это международные финансовые и экономические организации. Далее – это предприятия, индивидуальные предприниматели и физические лица, которые осуществляют также международные экономические операции. В настоящее время происходит процесс ослабления роли национальных экономик в мировой экономике и усиление роли других узлов мировой экономики, таких как интеграционные объединения, транснациональные корпорации и международные финансовые и экономические организации. Основной тенденцией современной мировой экономики является превращение финансовой сферы в самостоятельный фактор развития мировой экономики. И последние тенденции, связанные с финансовым кризисом, показывают, что любой экономический процесс, который начинается на территории одной страны мира, приводит к глобальным экономическим последствиям, которые затрагивают все другие национальные экономики стран мира. Уважаемые студенты, на этом вводную лекцию по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения» мы завершаем. Спасибо вам за внимание. До свидания. Продолжение следует...